Добраться до Ласточкиного гнезда можно из Ялты на маршрутке Номерс. Дорога от остановки до замка занимает, возможно тогда стоит выбрать более комфортный вариант поездку на теплоходе. Так вот, легенда о замке Ласточкино гнездо рассказывает о неудавшейся любви. История возникновения Ласточкиного гнезда в Крыму начинается в конце 19 века. Мне понравилось. Абсолютно бесплатная достопримечательность, красиво. Антон Павлович Чехов купил небольшой домик недалеко от Гурзовского парка. Так необычно, здесь такое место красивое, я бы тоже с удовольствием здесь дачу построила. Писатель закончил работу над пьесой, получившей мировое признание. Да, у Чехова был хороший вкус. Стоит всего 60 рублей. Картошка стоит 80 рублей, котлета 100. Всем привет, ребят! Отправляюсь сейчас к Ласточкиному гнезду. Я уже в Ялте. На автовокзале получается. Смотрите, автобус номер 102 от городского автовокзала отходит. Добраться до Ласточкиного гнезда можно из Ялты на маршрутке номер 102 от Центрального автовокзала или маршрутке 132 от Вещевого рынка. Также в летний период можно добраться на теплоходе, который отходит от набережной Ленина и приходит к подножью скалы, на которой расположен замок. Еще, как один из вариантов приехать сюда, в рамках организованной экскурсии. Посещение территории вокруг замка бесплатное. Дополнительно можно купить билеты в музей Ласточкино гнездо. 200 рублей за взрослого и 100 рублей за ребенка. С этим билетом вы сможете пройти внутрь замка и посмотреть, как там все устроено. Я добралась до остановки к Ласточкиному гнезду. Видите, оно впереди у меня. Вот, ехали мы с учетом пробок около часа. В принципе, если бы пробок не было, доехали быстрее. Сейчас иду искать дорогу к Ласточкиному гнезду. По пути еще куплю водички. В принципе, как видите, довольно просто добраться самим, самостоятельно. И большая экономия получается по сравнению с тем, если брать экскурсию. Экскурсия стоит 1100 рублей на человека. От 1100 рублей на человека. Подписывайтесь на наш инстаграм. Там мы делимся самым полезным и интересным из путешествий в режиме онлайн. По дороге к Ласточкиному гнезду есть сад живых бабочек. Можно зайти, посмотреть, пофотографироваться с ними. А сколько отход стоит? 2200, а 2200. Дорога от остановки до замка занимает около 20 минут. Сначала спуск по ступеням, затем подъем. В летнюю жару для детей и пожилых людей это может стать испытанием. Возможно, тогда стоит выбрать более комфортный вариант – поездку на теплоходе. Бросило внимание, что в Круму очень много котиков. Смотрите, он бежит. Здесь еще один лежит, тарелочка у них. Приходят покушать. По дороге открываются потрясающие панорамы на бухту и замок, висящий на скале. Вот эти теплоходы вот здесь стоят, совсем рядом с Ласточкиным гнездом. На них можно добраться до Ялты, а также от Ялты туда-обратно можно съездить просто на экскурсию. Билеты можно купить прямо здесь. Практически каждый значимый уголок в Крыму имеет свою сказочную историю. Так вот, легенда о замке Ласточкино гнездо рассказывает о неудавшейся любви бога моря Посейдона и богине утренней зари Авроры. Если кратко, Аврора любила встречать рассвет на скале, и однажды ее увидел Посейдон, которому она очень понравилась. Но богиня отвергла его любви. Посейдон пошел на хитрость. Решил очаровать Аврору колдовской диадемой. Попросил повелителя ветров Эола скрыть тучами солнца. Пока Аврора ждала солнца, она задремала. Посейдон подкрался и почти приворожил богиню. Но она проснулась и вырвалась. Додема упала и ударилась об скалу. Часть алмаза с корона упала в расщелину. Когда тучи рассеялись, луч солнца попал на осколок, который превратился в замок. История возникновения Ласточкиного гнезда в Крыму начинается в конце 19 века. Владельцев замков было много. По одной из версий, первым владельцем был русский генерал. Но свой современный вид Ласточкино гнездо приобрело благодаря немецкому нефтепромышленнику и барону Рудольфу фон Штенгеле. На месте первого деревянного дома он воздвиг каменное сооружение, взяв за образец средневековые замки Германии. В начале Первой мировой войны Штенгель продал усадьбу купцу Шилопутину. В советское время в Ласточкином гнезде находился читальный зал дома отдыха жемчужины. В последние 20 лет в стенах замка находился ресторан итальянской кухни. Но в 2011 году власти Крыма закрыли ресторан. Сегодня Ласточкино гнездо – это архитектурно-выставочный комплекс с панорамной террасой и прилегающим небольшим парком. Примерно каждые полтора-два месяца здесь, сменяя одну на другую, проходят художественные, археологические и краеведческие выставки. На официальном сайте замка можно посмотреть расписание. Все лето по вечерам под открытым небом на террасе возле дворца проводят различные спектакли, концерты, вернисажи и мастер-классы. По возможности обязательно посетите. Ну и конечно в музее можно заказать обзорную экскурсию по истории замка и мыса Айтор. Закончила, ребята, я отсматривать Ласточкино гнездо. Мне понравилось. Абсолютно бесплатная достопримечательность, красиво. Оттуда открывается потрясающий вид панорамный. Так что я думаю, будете в Крыму, стоит заехать. Ну а я уже еду, сейчас поднимаюсь обратно на остановку, еду в Ялту, а из Ялты еду в Гурзуф. Вечером мы встречаемся там с моей сестренкой, я прогуляюсь еще по Гурзуфу, покажу вам что там интересного и красивого, пообедаю. Ну а вечером прокатимся на катере. Жарко, невыносимо. И сейчас все время идти в горку, в горку и в горку. Ребята, добралась я до Гурзуфа из Ялты, также на автобусе. Автобус у меня получился, до Ялты я заплатила 20 рублей от Ласточкиного гнезда. Там проехала две остановки, до автовокзала заплатила 17 рублей и от автовокзала до Гурзуфа заплатила 30 рублей. Очень бюджетно, как видите, можно практически за минимальные деньги посетить одну из самых известных достопримечательностей. Крыма. Я сейчас хочу прогуляться по второй улице вдоль набережной. Здесь такая классная атмосфера. Я сейчас переверну камеру, покажу вам. Где-нибудь перекушу, пообедаю и пойду гулять дальше. Хочу дойти до дачи Чехова. Ну и просто прогуляюсь, а потом уже вечером встретимся с сестренцем. Такая красивая здесь необычная улица. На улице кафешки, ресторанчики, магазины разные сувениры, алкогольные магазины. С вином крымским, много фруктов, сувениров. Такой классный вид, посмотрите. Необычно, как будто ты где-то в Европе находишься. Набережную видно, пляжи. Вот это все. Вот это. Один большой-большой пляж. Если не смотрели первые выпуски, смотрите, я делала обзор небольшой на этот пляж. Вот это здание Министерства внутренних дел. Представляете, какое необычное. Ребята, ну зашла я в дачу Чехова. Сейчас здесь проходит экскурсия. Я дождусь следующих 4 часа. Экскурсии проходят каждый час. Так необычно здесь. Такое место красивое. Я бы тоже с удовольствием здесь дачу построила. Стоимость билета 150 рублей. Это включен киев. Расскажет историю. Все очень интересно. Антон Павлович Чехов 5 лет прожил на юге Крымского полуострова. И это были последние 5 лет его жизни. Решив, что город Ялта стал слишком шумным и в нем очень трудно сосредоточиться на работе, Антон Павлович Чехов купил небольшой домик недалеко от Гурзуцкого парка. Домик, по его личным словам, был довольно парширенький. Хотя и мелочью или комнатой, был покрыт черепицей. Из деревьев была только одна шелковица. Но зато вместе с участком продавалась целая бухточка, где можно было купаться или поставить лодку. В этом домике, построенном у подножия Дженевиская, с собственным пляжем, писатель закончил работу над пьесой, получившей мировое признание. Три сестры. В честь этого события он собственноручно посадил три пальмы. Правда, дожили до нас только две. Одна погибла от морозов. В настоящее время на участке растет еще и красавицкий Парис. Но его посадили в день смерти писателя. В мемориальной части музейной экспозиции представлены вещи, посвященные Антону Павловичу Чехову и его супруге. А в литературном разделе хранятся документы, связанные с пьесой «Три сестры», а также редкие издания прошлых веков и копии рукописей. Дача Чехова в летний сезон с 1 мая по 31 октября работает ежедневно с 10 до 18 часов, а по четвергам до 20 часов. В зимний сезон с 1 ноября по 30 апреля, понедельник и вторник в выходные дни. Очень атмосферное место. Все сохранено. Даже интерьер сохранен, такой, как он здесь был. Очень красивое море. Как пахнет. Какая атмосфера среди скал. Красивого моря стоит такой домик. Да, у Чехова был хороший вкус. От дачи Чехова я спустилась на набережную. Вот это всё у меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пошла перекусить, ребят, в кафешку с видом на море, на набережной, посмотрите цены, просто напитки, чай, кофе, простите, камера будет трястись, для кафе на набережной, мне кажется, это очень дешево, я таких цен не видела давно. Заказала себе салат из свеклы, окрошку, картошку, котлету, в общем, оторвалась пиво. Покажу вам обязательно чек, вот такой огромный салат, просто огромный, сравните с бокалом пива, стоит всего 160 рублей, и все это с вот таким потрясающим видом на море. Такая же огромная порция крошки, всего 120 рублей, представляете? Аппетитная картошечка, котлета с грибочками, опять же, большая порция, картошка стоит 80 рублей, котлета 100, посмотрите. Ребят, съела практически все так много, все очень вкусно, и общий счет у меня получился 660 рублей. Все действительно очень вкусно, огромные порции, я погорячилась, когда брала так много. Иду гулять дальше, жду нашу семью. И на этом наш сегодняшний выпуск будет завершен, а дальше нас ждет потрясающая экскурсия с дегустацией крымских вин на заводе Массандра. Массандра. Массандра Массандра Массандра